Здарова народ, с вами Джейден и добро пожаловать в Альгаллу. Произошло то, чего я боялся и большинство игроков, которые ждали эту игру. Мой дед был Нордом, мой батя был Нордом, и в моей крови тоже течет кровь Норда. Для меня эта часть игры является особенно любимой, даже несмотря на то, что ужасная оптимизация в момент релиза и различные баги, но с фиксацией и обновлениями, надеюсь мы это переживем. Дух Севера, Дух Северных Народов, я и мои воины ждали от игры именно эту атмосферу. И, надо сказать, ожидания были не особо-то и оправданы. Если ты любишь викингов, то сложно оценивать игру. Многие истории в игре, даже отсылки в некоторых квестах, сделаны по мотивам и писаниям о средневековых трусториях и викингах. С технической стороны было бы неуместно оценивать игру в момент релиза. Да, она фризит и неоптимизирована почти у 20% игроков, надеюсь дальнейшее давление это, конечно же, исправит. Но, игра вышла и хочется сразу же получить удовольствие за плату, которую пришлось отдать, дабы почувствовать себя суровым викингом. Или же валькирии, девой бури, молотой топора. Ведь игра предоставляет возможность сменить пол персонажа прямо во время игры. Если вы задаетесь вопросом, зачем это было сделано, по мне так все довольно логично. Игрокам же всегда интересно вид в прохождении именно завоительницу, но и суровым викингам быть тоже хочется. Но я уже столько игры прошел за мужского персонажа, неужели мне придется проходить одни и те же квесты завоительницу с самого начала? Нет, брат мой, теперь у тебя есть возможность быстро поменять пол, так что ты даже не заметишь этого. Будь осторожнее, тайны такой схемы в игре объяснимы и понятны, в отличие от подвохов в реальной жизни, да, друг? Прокачка персонажа в игре довольно интересная. Есть три ветки развития навыка героя, плюс у каждой веточки открывается ветка потолще и покруче. По какому билду пойдет ваш персонаж, решать только вам. Способностей в игре довольно-таки много, использовать в бою можно будет множество различных приемов. Прокачивая один навык, вы сможете неожиданно открыть для себя новую ветвь, которая связывает остальные пути. Тем самым, ты постепенно подбираешься к тому, к чему лежит твоя душа воина. Говоря без спойлеров, могу сказать, что есть такие ветки навыки прокачки персонажа, что делают персонажа просто очень сильным имбой. А есть фановые перки, вкачиваясь в которые ты будешь сильным героем. Ну и получать добротные люли от сильных боссов тоже будешь. Так что в плане прокачки персонажа игра нас точно не обделила. В игре есть конь. Работает он, конечно же, через старый добрый свист. Очень удобно. Реактивный шеребец прибежит к вам даже через край света. Графика в игре на высоких настройках выглядит добротно. Не советую на релизе ставить ультра настройки, ибо у некоторых после этого игра крашилась и вела себя неадекватно. Но это единичные случаи могут быть по разным таки причинам. В целом, игра выглядит очень даже атмосферненькая. Графика из-за своей заснеженности напоминает мне нечто размешанное Ведьмака со Скайримом. Атмосферная, красивая зима в игре смотрится очень даже неплохо. В некоторых моментах снежок даже мне напомнил Реттер Дэмшн 2. В этом плане графика не отстает от наших с вами современных реалий. Другой вопрос, что не все могут им насладиться, ведь требования к железу делают свое дело. Также в игре вы сможете застраивать свою небольшую деревню. Работа эта довольно примитивна и очень просто. Добываем ресурсы, нападаем, рейдим, грабим и улучшаем свое поселение. Кузнец, магазин, конюшни, казармы, продавцы и многое другое будет вашим поселением. Бои в игре чем-то напоминают мне аркаду. Вроде бы ты видишь мощь и огромные набеги, но внутри боя все кажется каким-то добротно-мультяшным. Но в целом это не мешает игре показывать эпичные сражения. Особенно, если ты будешь прокачивать собой персонажа и показывать крутые навыки ведения боя. Персонаж по имени Сигурд. Один из главных персонажей сюжета. Похож чуть-чуть на Рагнара из сериала Викинги. Но больше всего он мне напомнил его сына, Уббу. Даже по эмоциям персонажей в игре вы это сможете заметить, если, конечно же, смотрели сериал Викинги. Кстати, сами исторические персонажи в игре тоже присутствуют. Но, как и в реальной жизни, историю семи Рагнара Лотброка и его сыновей является легендой, а не точной исторической информацией. Ибо, если говорить о точных исторических сагах, описанных в древних письменах, то большая их часть была написана в 13-14 веке, что на целых 400 лет позже описываемых событий Лотброка-овца. Большинство персонажей могли быть выдуманы, а их деяния могли быть просто переписаны и преувеличены. Что, конечно же, является идеальным сюжетом для игры, потому что юбики постоянно пишут о том, что их история в игре не является историческим фактом. А тут как раз информация о легендарном датском конунге эпохи викингов и так подставляет сомнение. Идеальная почва для создания новой части игры. В игре есть внутренний магазин. Конечно же, кастомизация персонажа – это всегда очень весело. И если есть лишняя монетка, то почему бы не внести много разнообразных вкусностей. Но опять же, хотелось бы, чтобы эти вкусности и полезности давали за квесты. Будь они суперсложными, но за такую награду стоит побороться. Но эта коммерческая жилка в виде магазина разнообразности была всегда. Ее можно как игнорировать, так и негодовать, что оно вообще есть. Для полного погружения в игру это вообще не обязательно. Говоря в общем и целом, если вы ждали от игры эпичных сражений и приключений викингов, то игра вам точно понравится. Особенно, если вы чувствуете дух севера и ваш сердце требуется по зову Одина и Тора, бьющего в наковальню. Ну а рассматривая игру без влюбленности к викингам, это очередная часть юбиков, где конечно же очень мало того самого кредо, о котором мы уже забываем и переигрываем в старые добрые части игры. Ну а на этом все. Спасибо тебе, друг, за просмотр. Не забывай подписываться и писать комментарии. Увидимся в Альгальде, братья! Альгальде, братья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова